В Омске начали учить режиссеров дубляжа. Эта профессия в современном кино – одна из самых важных, чтобы все иностранные фильмы, озвученные российскими актерами, ничего не теряли при переводе, а главное – звучали, естественно. Занятие в МКР-Медиа провел Михаил Тихонов. Его голосом говорят Тоби Магуайр, Дон Чидл, Дэвид Духовный и другие известные актеры. Данила Выжевский расскажет о тяжелой работе за кадром. Дайте человеку возможность сделать еще дубль, еще попытаться, если вы чувствуете, что человек хочет этого. Десятки фильмов, мультфильмов, компьютерных игр. За 26 лет для Михаила Тихонова в профессии, кажется, уже не осталось ничего невозможного. Но учить других оказалось непросто. Говорит, главная сложность для режиссера дубляжа – найти подход к актеру. Важно, чтобы тембр максимально совпадал. Иначе смотреть озвученную картину будет неинтересно. Например, если персонаж, допустим, злодей какой-то, нужно этого персонажа через себя пропустить и дать того злодея найти в себе, раскопать в себе. И потом, это еще задача режиссера, который с тобой работает, ввести человека в такое состояние, ввести актера в такое состояние, чтобы он там вот это вот все это отыгрывал. Вы сказываете мнение о рабочих условиях в копиях. Дубляж фильмов – непростая работа. Поэтому люди, которые делают это профессионально, в России – на вес золота. Бывает, что одни и те же голоса кочуют из фильма в фильм. В вузах эту редкую профессию не преподают. Поэтому единственная возможность – учиться на практике. Я работал достаточно долгое время только как актер. Потом попробовал себя в роли режиссера. Мне предложили, дали небольшой проект. И вот с этого все началось. У меня получилось. Я просто передаю те знания, которыми обладаю. И надеюсь, что, в общем, люди войдут в эту профессию и будут достойны в ней работать. В России крупных компаний по дубляжу четыре. Для омских режиссеров опыт в озвучивании – новая грань в профессии. Режиссура дубляжа – это область, от которой мы все очень далеки. Мы не знаем о ней ничего практически. Соответственно, обучение Михаил начал с нами с нуля. Я думаю, что я бы справилась. Одно дело – попадать в губы живых актеров. Другое – когда эти губы нарисованы. Звуковая дорожка к анимационным фильмам записывается заранее. Сначала актеры проговаривают свои реплики, а уже под них рисуются движения губ героев. Более того, уже готовые эскизы персонажей корректируют, чтобы сделать более подходящими под голос. Ну а пока профессионалов не хватает, свои силы в дубляже может попробовать каждый. По большому счету, так сейчас и происходит. На одного опытного актера приходятся десятки любителей, работающих из дома. Все, что нужно – подобрать себе персонажа по тембру голоса и купить микрофон. Данила Выжевский, Александр Ибуха. Новости здесь, Омск. Быстро.